ну вот и подошли к концу новогодние праздники и мы отправляемся на источники всем привет едем на источники пройдемся по источникам значит постоянно задают вопросы мои подписчики денис вы же с тюмени у вас там модные источники сейчас никакой рекламы абсолютно друзья мои нету просто решил записать это видео тем более как вы поняли уже мы едем на источники разберемся немножко ситуации расскажу что есть рядом очень много с тюмени у нас городов это екатеринбург там курган челябинск север весь тюменской области хмау и нау приезжает особенно вот на новогодние праздники летом и все задаются вопросом куда поехать и что и как вообще у нас есть разные классы сказать однозначно что есть туда я не могу почему потому что есть цены за 250 рублей за 500 есть цены за тысячу-полторы есть цены за две с половиной есть даже за 5000 поэтому говорить о том что где-то лучше где-то хуже я не могу то есть тут нужно понимание именно по кошельку то есть понятно что где-то где дороже там лучше и это фигня на самом деле так и работает вот говорить о том что где-то там лечебная где-то не лечебная но мы сейчас об этом не будем потому что не знаю я к этому так скептически отношусь в любом случае там и там добавляют и хлорку и так далее для безопасности всю эту фигню поэтому ну я думаю это вот возьмем топ-5 источников одни из самых просяцких на мой взгляд это яр поселок яр вот он у них называется тюменский источник минеральный источник тюменский это он находится поселок яр как я понимаю ну вроде бы я я забила до села яр по тобольскому тракту набираете сайт то есть горячий источник тюменский у них кстати называется я даже знать не знал об этом вот значит тут есть все контакты цены и так далее это ну пятое место я бы сказал пятое место вот то есть цена дешевая и как бы доступность большая такая то прям на объездной дороге около тобольский тракту кого я дуга вот потом у нас что идет там по приоритету там следующие до более-менее получше советские считаю это опять же мое мнение я его никому не навязываю советский ехать с тюмени конечно немножко далековато но в принципе там счет 20-30 километров по целых скому тракту а 27 километр вот написано вот цены здесь ну такие приятные он эти 1 декабря по 29 февраля 450 рублей с человека то есть цена вообще адекватно дальше идем аван загородный клуб неплохие источники и эти все источники они уже содержат и кафе и гостиницы тут это сто процентов вам говорю то есть вы не будете там бутербродами давиться где-то из термоса чаем запивать то есть в принципе можно сходить в кафе и так далее так значит здесь тоже можете на сайт зайти загородный клуб аван называется источники аван вот следующий один из самых моих любимых это бассейны так называемые на верхнем бару то есть там существует два источника один называется бассейн спа-отель источник то есть это старый источник так называемый если ехать города он будет с левой стороны 1 в низине вот там большие источники горячая вода и спадку на первом этаже спа комплекс то есть там сауны и бассейн эти кто они там всякие горячие сауны инфракрасные сауны в эти гидромассажи всякие ванны это все там в стоимость входит вот но мы стараемся ездить на сейчас вам скажу как он называется бассейн гостиничном комплексы от и б не знаю почему на них вот и б называется ну вот мы ездим в основном сюда то есть с чем здесь нам нравится большая такая достаточно интересная зона очень большой бассейн всегда чисто и больше всего что мне нравится то что ты стоишь и у тебе даже ноги видно то есть базара не добавляю хлорки много но вот зимой это все так выглядит но я думаю сейчас поедем живую все посмотрите здесь идет стеклянный там корпус и короче здесь вышел и сразу же в текст стекляшку зашел вот такие зоны сделаны для отдыха ну то есть моя семья в основном ездит все сюда ценники конечно у них не дешевые но она того стоит ну и самый топовый я думаю на сегодняшний день это лето лето ценники просто космос вот то есть тут помимо аквапарка еще есть горячие источники лето лето называется термальный курорт вот ценники там конечно очень космические но и антураж и все прочее то есть на высшем уровне вода примерно у всех одинаковая 38 там 43 градуса конечно каждый источник будет хвалить то что у него там глубина бассейна самая большая то что он там якобы не подогревается она выходит прямо там из земли и так далее ну я думаю что все это все понимают что это мы с вами по крайней мере потребители это никак не проверим собираемся едем с вами на верхний бок снегу навалило вообще немерено просто немерено красота какая у нас зимняя заснеженная тюмень а сегодня 8 января сейчас у нас минус 18 ощущается как минус 29 очень сильный ветер влажность 80 процентов короче нормально все как мы любим так мы же рядом здесь живем почему называется верхний бор ну как вы видите по хвойным да насаждение дорога сегодня красивая морозит снегом все засыпало такие сосны ели обалденные вот поэтому и называется бор а верхний потому что на берегу находится на правом берегу реки тура с левой стороны вон там он уже тура озеро притока это у нас получается один из самых первых источников который был в тюмени но мы едем то есть верхнего бора как вы поняли их два бывают первый ну старый так называемый который сейчас спа называется и отдельный новый ОТБ он у них как то называется вот мы вот едем в новый который там более посовременней более так сказать ну больше нам нравится вот сама база отдыха верхний город и вот перед ней был спуск туда вниз налево там был у нас старый источник вот видите такой вот центр у них даже здесь и все прочее нифига себе они как отстроились и что-то давно уже здесь не было а вот и его как только проезжаешь сразу с левой стороны будет новый источник сразу же налево будет поворот виды виданные конечно особенно для людей которые в теплых регионах живут большая спарина но сегодня 8 число сегодня последний выходной январьский поэтому я думаю народу будет не сильно много так что мы ставим на стоянку так что мы ставим на стоянку здесь баня есть? здесь есть и баня и дядя Володя все здесь есть давай сумки забирай я в баню поставлю два взрослых и один ребенок ребенку сколько лет? восемь детский получается 1150 взрослый тысячу 300 лет отлично у нас тут два взрослых и один ребенок два женщин и один из простых ребенка ну да все верно у тебя синий будет? нет это он а у меня будет синий? все понял мальчики синий люблю источник по плате 3,720 по карте сегодня кстати цены подешевели а вчера по моему 2 в 100 взрослый был уже с сегодняшнего дня цена снизилась Вот видите, как мы удачно попали. Мы хотели вчера ехать. Семейный бюджет немножко сэкономили. Да, только снимай. Не поверите, друзья, какой мне номерок дали. 111. Сан-фейнесс. Что вышло? Так, мы встаем, здесь у нас сразу. Так вот это происходило сейчас. Все уже там. О, хорошо-то как, а? Да. Вы здесь, что ли? Да. А, я вас не вижу. Вот так вот, друзья мои. Красота, да? Вот так вот все. А там за стеклашком тепло. Даже вешалки, смотрите, в печали. Идем купаться. Папа, можно с тобой? Ну что, как-то у вас тепло? Папа, можно с тобой? Конечно, можно. Конечно, я боюсь. Папа, шеи здесь же не глубоко. Тут и губы. Глубоко. Я боюсь. Кайф. Вон, ребятушка, всем помаши. Скажи, вот так вот мы и живем в Западной Сибири. Зачем нам Таиланду, да? Ага. А смотри, ручка холодная. Ага. Скажи. Нет. Нет, это сипа будет. А, я сипа. Сейчас я больше немножко пойду. Мама, я хочу на Маскар. Я только не понял, мы же в Атохудо раньше заходили. Нет. Мама, в Ахудо. А, в Ахудо. Мама, я хочу в Джабузи, там не глубоко. Нет, это вот там получается, да? За этим. Да. Да, это холодная тогда. Ну, вода, вы видите, да? Как я и говорил. Ноги видно. Глубина мне по грудь, а ноги видно. Я кайфую вот от этих вот. Кстати, тут еще бывает, идешь и там струйки внизу разные. Вот, ну и вот от этих гидромассажа вообще кайф. Встаешь под струю, вообще кайф. И лечишь позвоночник или шею. Потому что болит спина, поясница. Струя достаточно такая, мощная. Все в дыму. Опа! Вообще, боже, кайф. Смотрите, какой бульбулятор выходит. Снизу. Прям вообще конкретно. А я сейчас постоял вот под этой слоей, вообще кайф. Шея, плечи. Вообще, кема. Ой, как холодно очень. Конечно, холодно. У меня рука аж задовела. Да? Кайфу держать. А у меня щеки. О, фонтанчик вот здесь снизу. И пойдем вон туда под бомбочку, вон, посмотрите. А где Тракузик? А где Тракузик? Там для меня. Здесь, смотри, какой бомболет. Во-во-во-во-во-во-во-во-во-во. По кайфу, что здесь ступень. Если кто не хочет ходить там, плавать, можно просто вот так вот, раз, и посидеть где-то. Ой, как холодно. Остановиться, немножко посидеть. У меня так щеки за нами. Номерок реально. Тетенька мне сегодня выдала. Я в афиге был. 111. Номерок 111. Да? Да. Я сегодня вообще целый день ничего не ем. Мне полезно. Минералочка, минералочка целый день. Это будет массажная. Массажная? Вода, короче, соленая, пить нельзя ни в коем случае. У нас с бассейна, по крайней мере. А так вообще по кайфу. Я сижу, я сижу. Я сижу. Мама, я сижу. Папа, смотри, я сижу. Сейчас многие спросят, почему мы шапочки одеваем. Ну, на улице с ветром бывает и тридцаточка. А в шапочке 100% гарантия, что не заболеешь. Вязаные, конечно, это ерунда. Нужно одевать флисовые. Флисовые вообще тема. Во-первых, он намокает хуже и у него выжил, он почти сухой. И ветер не продувает, а эти продуваются все вязанки. Но не забывайте, что любые шорты, купальники и шапки, если вы сюда придете в хорошей одежде, она у вас выцветит вся, потому что все равно добавляют хлорку. Так что хорошие шапочки здесь просто выцветут. Или шорты выцветут. Поехали. Поехали. Ох, здесь вода горячее. Ой-ой-ой. Здесь вода горячее в этом бассейне. Очень классно, что есть детский бассейн. Сейчас покажу вам его. Не сильно глубокой. Сколько глубина, небольшая здесь? Да вот, смотри, это вот. Класс. Ну-ка зайди туда, под грибов. А, шапка на мокрик, ну ладно. Кайф. И клетка сделана. Клетка сделана, чтобы дети не выбегали. Во взрослую жизнь, так сказать, сами. Она говорит, крылья на удах только, друзья. Здесь, кстати, вода горячее, да? Слышишь? Кать, вода. Здесь вода горячее конкретно. Так, может, сюда здесь посидим? Или туда пойдем? Давай. Здесь, кстати, вообще заметно горячее. Ну и для желающих, вот видите, банька есть. Тоже абсолютно бесплатно. Можете сходить в баньку, попариться. И получается два бассейна. Вот этот бассейн, здесь вода. Ну, прям заметно горячее. Там детский, и там немножко попрохладнее. Они между собой все соединяются. О, зарюха у меня. Закаленная. Ну что, не холодно? Капец как. Капец как холодно. На пятки уже больно. Пошли. Поехали туда. Здесь, кстати, горячее очень. Здесь кипяток. Здесь прям кипяток. Ю-ху! Вот, получается, заходишь, и сразу тепло. Для тех людей, кто боится, что замерзнет, не замерзнете. Так, а вилочка есть, да? Решили мы пообедать немножко или поужинать уже, это называется, наверное. Варвара Денисова проголодалась на вилочках. Так что голодными не останетесь. Вкусный чайок и этот. Здесь этот тон. Тесла-бургер. Вкусные морсики. Натуральные. Паруха у нас на релаксе где-то в комнате отдыха. Ну что, Варвара Денисова? Как? Пойдем? Пять минут, сто рублей. Пять минут, сто рублей. Ну, пойдем на массаж. Смотрите, какая красота. Второй этаж. Комната для релакса. Машины стоят. Варя решила сделать массаж. Смотрите, какая кайфуха здесь. Давай. Вот с зеленым гигарит, там работает, значит. Так, Варвара Денисова у нас на процедурах. Сейчас он тебе ноги еще сожмет. Да? Да, вон там внизу. Умереть. В общем, можно помирить. Вес и рост. Смотрите. Такие вот шкафчики. Все культурненько. Друзья мои, просто кайф. Всех, так сказать, с хорошими выходными прошедшими. Всем спасибо. Мы переодеваемся. Три часа пролетели незаметно у нас. Вот. Надеюсь, это видео будет кому-то полезным. Всех обнял. Увидимся в новых видео в новом 2024 году. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok